Я позволю себе немножко рассказать о истории создания нелинейных локаторов. Принцип действия нелинейного локатора заключается в том, что если облучать нелинейный элемент, сверхвысокочастотным сигналом мы будем получать вторую, третью, четвертую и так далее верхние гармоники. Это связано со свойствами нелинейных элементов. Впервые этот эффект был замечен в конце 30-х годов на флоте Соединенных Штатов. Этот эффект получил название эффект ржавого болта. Вот с этого болта все и началось. А обнаружилось это так. Специалисты радиотехнических служб флота стали замечать, что при работе мощных радиопередатчиков на корабле, стали появляться мешающие сигналы, помехи для других радиотехнических средств. И это было никак не связано с центральной частотой работы самих передатчиков. Сигналы принимались на удвоенных, утроенных значениях частоты работы передачи. Когда стали разбираться, в чем дело? Выяснилось, что эти сигналы связаны с тем, что антенны крепились коррозийными болтами. И поскольку все это происходило на флоте, где металл сильно коррозирует... Таких болтов было много. Про этот эффект надолго забыли. И вернулись к нему уже совершенно с другой стороны, как необходимый эффект для создания особых приборов. И вернулись к нему еще и когда-то, как годится, для создания специального работы. И это было прекрасно. Хотелось бы расширить, чтобы создать музыку на самом деле. Но за то, что у нас есть более длинный механизм. Продолжение следует...